Всем привет, друзья! Сегодня я снова на авторынке в Ереване. Кстати, если вам нужна помощь, пишите, звоните в WhatsApp, в наш Instagram, в Директ. С удовольствием с вами пообщаюсь. И, кстати, также можем помочь с автомобилем из Германии и Швеции. То есть, у нас есть надежные партнеры, так что, если что, пишите. Здесь в основном машины американские, которые приходят сюда из США и Грузии. Вот, допустим, за 14,5 тысяч долларов. Это 2005 год. Сейчас люди отойдут, там просто смотрят, и можно узнать по поводу этой машины. Он на российских вообще Mercedes приехал. Hyundai. 2016 год, 13 900. С обычным тряпочным салоном. Так, друзья, 39 тысяч долларов. Эта машина электрическая. Вот эта беленькая, подороже, 49, тоже Volkswagen. Сейчас посмотрим. Кстати, и эта, и эта машина для России подходят. Смотрите, какая. Ну, Volkswagen интересно сделал. Такой кожаный салон, большой монитор. Маленький спидометр. Пробег 91 тысяча. Она вообще новая. Так она новая, смотрите, ребята, она новая в пакетах. Большой люк. Вот, кстати, дубайская машина. Сейчас спросим у ребят, что за автомобили. Как они новые, приехали сюда из Дубая. А что за машина? ID-6. То есть, такие машины, они популярны, да, для России? Да, популярны для России. Она приехала из Дубая? Дубая, да. Понял. А какой у вас номер телефона и как вас найти на рынке? 093 50 00 31. Понял. А еще дополнительные расходы есть какие-то, если на Россию ее вывозить? Ну, если Россию 15% надо платить. Да, ребята, у этой машины запас хода 500 километров. Ну, как заявлено официально. Видите, очень много, кстати, кто смотрит, особенно вот эти зелененькие. Цвет. Действительно красивая машина, но я бы себе электрическую не взял. О, какая машинка интересная. 2010 года 33 тысячи долларов. О, вообще классная. Вот такую хочу. Рам. Смотрите, какая красивая. 4,4. Сейчас человек, который выбирает, отойдет на секунду. Мы спросим, что за машина. И откуда она вообще приехала. Как у нее состояние. Так, это 2010 год. Рам. А, любимая машина американцев. 5,7. 5,7. И на нее газ, наверное, ставят, да, здесь? Да. Она для России подойдет? Если оформить как грузовик, то... То пройдет, да? То есть, как груз... Если нет, надо подать до 3 месяца. Понял. То есть, как грузовик, а насколько, если как грузовую, ее сколько доплачивать? Сейчас мы говорим, не знаю. А, ну вот, ребят, смотрите, какая машинка интересная. А насколько здесь из Америки, когда приехала? 4 года. 4 года. Так, и вот номер телефона. Вас как зовут? Лобик. Лобик, понял. Спасибо огромное. Спасибо, ребят, звоните. Хорошая машинка. Так, друзья, машина в обзоре. Toyota Hybrid. 2018 год. 32 500. Растаможенную на Россию. Номера телефонов, если что, есть вот у ребят. Кстати, ребята, мои подписчики, это очень здорово. Кожаный салон. Здесь какой объем? 2,5 гибрид. 2,5 гибрид, нормально. Такая машинка. Кстати, друзья, хорошая новость. Встретил нашего подписчика. Гор, скажи, пожалуйста, что за ситуация с таможней и как вывезти машины меньше миллиона рублей в Россию? Ну, те машины, которые до сих пор нельзя было растамаживать, с 2023 года по новому закону можно будет переоформить так же, как те машины, которые после 2020 года. Понял. То есть меньше миллиона рублей теперь машина... Меньше миллиона можно будет с 2023 года уже растамаживать. Но на данный момент именно закон уже подписан. А там дальше, если что-то поменяется, я не в курсе. Понял. Спасибо огромное. Ты на меня подписан, я знаю. Да, да, подписан. Классный канал. Советую. Спасибо. Друзья, спасибо за подписку. Идем дальше. Миссубиси. 9 тысяч долларов. Интересная такая. Темненькая, затонированная. 2006 год. Пока она, наверное, по России не проходная. Но, видите, с 2023 года все машины из Армении будут проходными. Ну, ребят, 2020 года машина проходная по России. Сейчас узнаем ценник. А сколько она стоит? 33. 33. Можно, да, посмотреть салон? Да, да, да. Кстати, машинка проходная на Россию. 33. А на ней какой пробег? 120 тысяч. 120 тысяч. Кожаный салон. Автомат. Хорошая такая машинка. Так, и ваш номер там, да? Есть сейчас. Сейчас его. Друзья, если интересно, Toyota. Это 2,5 литра или 2? 2,5 литра. Вот номер телефона, звоните. Да, и проходной. 2017 год. Машина проходная стоит 14 тысяч долларов. Sonata. Такой вот интересный белый цвет металли, кстати. Видите, серый салон тканевый. Так, ребят, вот с января 2023 года вот такие машинки. Они будут уже проходные. Она стоит 10 тысяч долларов 2006 года. И сам X-Trail на коже. Получается 600 тысяч рублей. Она будет стоить. Такого белого цвета. Вот, кстати, ребята. Спросим у них. А вот это что за машинка? Сколько стоит? Какая цена? 8 тысяч. Какой год? 10 тысяч. Так, ребята. 2010 год. 8 тысяч долларов. Такая вот Hyundai. Вот еще интересный вариант Toyota RAV4. Тоже из Дубаев. Новая вообще. Так, ребят, вот эта машина будет стоить новая. 62 тысячи долларов. Прям новенькая в пакетиках. То есть, получается, вот эта машина 2017 год. Проходная. Это Nissan. 11500 долларов она стоит. 1,8 литра. Смотрите. Такой обычный салончик тряпочный. Но зато цена 11500. Сколько на ней пробег? 100 миль получается. Так. Ребят, к вопросу о том, есть ли машина в Ереване меньше миллиона рублей. Ну вот, 11 тысяч долларов. Это явно меньше миллиона, да? 700 тысяч рублей. Вот такая вот машинка получится. 2017 год. Вот, например, Elantra. 2018 года. 15 тысяч долларов. На таком же, так же, тряпочном салоне. 2018 года. Hyundai. Друзья, я не проверяю ее на наличие аварии и так далее. Если это нужно, у нас есть тут специалисты. Возможно, машину поднять на яму, посмотреть историю Carfax и так далее. То есть, все это возможно. Если кому-то интересно, пишите. Toyota Camry. Тоже вот она проходная. Сколько выходит? 15, да? 15 тысяч. 15-й год. Ну, еще, возможно, скидка, да, какая-то? 7 машин. И она проходная на Россию, да? И вот такая вот машинка проходная на Россию. 2015 года. А сколько на ней пробег? 115 тысяч. Тоже на тряпочном салоне. Автомат. Затонировано полностью. Это полная комплектация, максимальная. Красный салон с музыкой JBL. 2,5. Красный кожаный салон. Максимальная комплектация. Смотрите, какая красивая машинка. Toyota Camry. XCM. Outlander Sport. Так. Последний кузов. 20-й год. 20-й год. Чисто 20-й год. Outlander Sport. Проходная на Россию. Проходная на Россию. Последний кузов. И комплектация SE. Какая цена? 26,500. Со скидкой, да? Да, да. Все скидка есть. 26,500. Сейчас посмотрим. Такая вот Mitsubishi. Сколько? 22 тысячи пробег. Такой тряпочный салон. Автомат. Механические сидения. 4 стекла. А двигатель тут какой? 2,5? 2 литра. Outlander Sport. По налогам. Понял. По налогам проходит нормально. Такая вот машинка. Так, ребят, пробег в милях. Вот эта машина, например, Toyota 30 тысяч миль. Вот эта вот Mitsubishi сколько? 22. 22 тысячи миль. А этот Land Cruiser ваш тоже? Наш, но этот не прохожен. А, это BMW. Сколько на ней был пробег? BMW 40 тысяч. 40 тысяч миль тоже. И у этого Nissan тоже в милах, да? Да. Понял. Ну, вот так вот. Вот вообще супер. BMW? Я тоже BMW приехал на BMW. Сюда. Да, у меня он там стоит. 4 серия Grand Cup. Нормально. Максималька. Это безрамочные окна? Класс. Это максималька. Музыка, Гарман Гардун. А на сколько получается? X-Drive машина. X-Drive полный привод, да. Понятно. 430-я. А, это 249 лошадиных сил? Двухлитровый двигатель? 249. Двухлитровый бензин? Да. Понятно. У него есть версия Сулер и его доступ есть. Можешь 300 чиплевать плюс 7. Так, а сколько вот этот BMW получается? 34500 лошадиных сил. 34500 лошадиных сил. Это какой год? 17-й чистый. И для России она подходит? Да, проходной. Это вообще новый машин, не бить. Только задний балкер. Понял. Интересная такая четвертая версия. Но это предыдущая, да, модель получается? Новая у нее уже... А, это рестайлинг. Да. Понял. Друзья, вот интересная BMW-шечка, музыка. Харман Карден. Память сидений есть. Ну, BMW, ребята... Такая вот четверка, 430-й. Кстати, у меня была пятерка вот с таким вот двигателем, 249 лошадиных сил. Она нормально едет? Нет. Так, друзья, смотрим сейчас еще джетто до миллиона с ребятами. Так. Нет. У меня YouTube-канал, я снимаю для россиян, которые... А-а-а. Вот. У меня YouTube-канал, 10 тысяч подписчиков. В основном смотрят люди, которые за машинами в Армению хотят приехать. Так, друзья, вот еще джета, 16-го года у ребят. Сейчас откроем. Так, на ней сколько пробег? Ну, кстати, такой хороший запах. 122 тысячи миль, 13500, 2016-го года, проходная по России, серый цвет, колеса. Так, подголовники. Такая вот джета СЕ. Интересный вариант. Давайте посмотрим. Багажничек. Багажничек чистенький. Все красиво. Запасочка. Шильдики. Все присутствует. Вот, друзья, спрашивали про машины, которые меньше миллиона рублей. Ну, вот, меньше миллиона рублей такие вот. Кстати, с 23-го года, с января, можно будет вообще все машины завозить, да, в Россию. Они будут все проходные. Так что, если что, звоните, пишите. Свяжемся, покажем, посмотрим. Все, ребят, идем дальше. Так, вот, друзья, Mazda 2015-го года. 17500 она стоит. Беленькая. Такой интересный вариант. Тканевый салон. Так. Мониторчик, автомат, музыка, навигация, подушки. 17500, но можно торговаться. То есть, эта машина будет стоить в районе миллиона рублей. Такая вот красивая. Беленькая. Так. И есть также Mazda. Так, она, погода у нас получается. Сейчас посмотрим. Так, так, так. 2015-го года машина. В общем-то, вот так вот. 15-й год. 17500. Так, ребят, вот это Mazda. 2,5 литра двигатель. И интересный вариант. Range Rover. Так, ребят, 22-й год. 9000 миль. Range Rover. 9000 миль. Совсем новая. Прямо в ней пахнет новым автомобилем. Она получается 95000 долларов. Вот эта машинка. То есть, меньше 6 миллионов рублей. Видите, все в пакетиках. Приехала из США. Электросидения. 22-го года. Вот такие машины, вот я думаю, наверное, есть смысл покупать. За 6 миллионов рублей. Друзья, вот, например, Hyundai. Стоит 14000 долларов. Проходной на Россию. Вот такой вот. Вот, например, Kia. Это 2016-й год. Тоже проходной на Россию. Malibu Chevrolet. Тоже проходной. В общем, друзья, если нужна будет машина, это, кстати, 2018-го года. Нужны будут машины, пишите, звоните. Такие вот варианты. Вот Kia проходная, вот Hyundai проходной. То есть, в принципе, машин много. Нужно смотреть, подбирать, щупать, проверять приборчиком, загонять на подъемник. Смотреть историю автомобиля. В общем, все это возможно. Все это реально. Вот такой сегодня получился обзор. Но интересный момент узнал для себя, что можно машину из Европы спокойно привезти через Турцию. Есть здесь ребята, которые привозят машины и привозили себе из Европы сюда, в Армению. Там уже в Армении. Кстати, в Армении там можно будет подешевле, чем в России. Можно все это выяснить. Так, и по поводу автовоза, который идет через Грузию, через Верхний Ларс. Тоже можно привезти автовозом автомобили, но там нужно будет постоять около двух недель. А если своим ходом, то можно в течение часа-двух, зависит от очереди. Все, друзья, привет вам из рынка Ереван, из Армении. Если что-то заинтересовало, если нужна помощь в Армении, если нужны автомобили из Европы, Швеции и Германии с возвратом НДС, подбор машин здесь, в Армении, в Ереване. Пишите, звоните, мой номер в WhatsApp есть в закрепе, есть в описании под этим видео. Удачи вам, хорошей покупки. Пока.